здравствуйте эта программа интервью на youtube канале пруфы меня зовут зарина гайсина и мы говорим на темы которые меня очень интересует я недавно прочла статью о том что в южной корее министр здравоохранения в январе 21 года выступил с докладом о том что субсидируется малый и средний бизнес который работает в бьюти индустрии потому что стратегия государства завоевать мировое господство в области всего что касается косметологии косметологических процедур пластики и так далее и не секрет что в южной корее самое большое количество пластических хирургов более двух тысяч двух вы только вдумайтесь две тысячи триста тридцать хирургов на двадцать первый год и бум южной кореи вот их такая политика мягкой силы soft power которая нам сейчас через дорамы через кей-поп айдолов через их косметику через их инновации автопром покорила наверное весь мир и в том числе в россию и на нас конечно схлынула нахлынула можно сказать огромное количество бьюти продуктов в том числе и на рынок уфы вообще поговорить о трендах в косметологии подходит ли нам бьюти продукты из южной кореи я пригласила не просто так человек потому что я знаю что долгие годы именно япония задавала первично тренд в красоте и именно поэтому меня в гостях светлана габдульна главный врач клиники красоты и здоровья и ночи я так понимаю что это японское название потому что в основе стратегии вашего бренда лежит именно эстетика и подход к красоты красоте японской светлана здравствуйте у меня так много вопросов вот и первый вопрос подходит ли нам косметика из южной кореи потому что корейцы монголоидная раса мы в большей степени здесь проживающие на территории россии европеоидная раса ну разные может быть климатические особенности как вы считаете я начну свой ответ с такого момента что вы правильно сказали что и ночи это японская клиника красоты и значит мой путь вот в косметологии начинался совершенно с европейских марок но помните 90-е годы ольга кабо и она со своей японской маской покорила наши сердца и мы начали смотреть на японские бренды и я побывала в самой японии хочу сразу заранее сказать что я и в опыта изнутри на это все смотреть и рассказывать вам так вот это общий такой тренд юго-восточной косметики он на самом деле очень интересен почему он меня привлек и плавно через японские линии мы перешли корейским и как бы мы про это можем судить до с высоты своего клинического опыта так вот подходит ли эта косметика нам во первых мы живем в башкирии да давайте с этого начнем и немножко вы тут не правы мы не европеоидная раса да даже славяне которые живут в башкирии имеют признаки какие-то на лицо что называется смешение крови не крови совершенно верно то есть у нас очень много девушек молодых людей с пористой жирной кожи да вот это то что характеризует юго-восточные лица также сальность волос да это тоже такая отдельная тема очень интересная по трихологии и поэтому а она нам подходит при этом а когда только они заходили на наш рынок частности японские до первые зашли то на самом деле настолько она была адаптирована именно под такой тип конституциональный что многим они подходила и многие отворачивались говорит нет нет это не мое но они молодцы и корейцы в том числе естественно про них мы сегодня говорим что они все свой производство адаптировали теперь и европеоидным типом и монголоидным и азиатским типом косметика подходит практически всем самое главное выбрать ее правильно потому что она необычная она не такая простая как европейская да очищение уход дневной вечерний и все да вот кстати очень много этапов да вот я кстати хотела про это сказать сложилось ощущение что у европейского подхода и в частности у россиян девушки женщины которые пользуются косметикой в первую очередь думают о декоративной части да то есть чтобы все это замазать то есть они про внешне масочки какие-то там уходовые средства и декоративная косметика а как будто бы в азии подход не только снаружи но и изнутри поэтому я хотела еще сегодня с вами поговорить в том числе о правильном питании о биохакинге об адах которые нужно принимать для красоты но да вернемся к тому что вы начали говорить многих пугает что в азии существуют вот эти многоступенчатые системы ухода когда даже вот весь тик ток заполнен этим когда она начинает и говорят наступило утро шутят в русском текстой и потому что она начинается с гидрофильного масла потом у нее какой-то тоник потом у нее система умывания несколько потом у нее напитывание увлажнения маски патчи вот в чем смысл вот этой многоступенчатой косметики но давайте разделим сначала давайте я хочу сказать что никогда декоративная косметика не заменит уход до декоративная косметика именно с вот этим корейским подходом кишон и огромное количество тонирующих средств экраны всякие различного рода они пришли к нам потому что появился тик ток инстаграм появились фильтры да и как бы какой-то части девушек хочется эффект фильтра на лице проявить потому что ведь она не только в инстаграме живет да она же на улицу пошла подружкам пошла и она же должна и чтобы этой разницы не было то лицо которое в инстаграме видели поэтому такой акцент на декоративной косметике именно тонирование на реально существует да и девочки практически большими группами ходит на курсы мейкапа похоже вы тоже там дабы да я тоже была вот видите интересно как наносить правильно то он самый главный ресницы красе умеют а то наносить это целое искусство поэтому из-за фильтров из-за соцсетей тик тока это все необыкновенно популярность возымела а теперь давайте посмотрим с точки зрения косметолога такие слои наносить да их на самом деле нужно потом смывать нельзя кожу оставлять на ночь с таким слоем декоративной косметики как она не была бы хороша безопасная там есть такие элементы ингредиенты которые нам нельзя оставлять нужно смывать нельзя ну как минимум закупорка пор не знаю с этого ли момента или в принципе они к многоэтапному очищению пришли если мы китайских девушек возьмем вспомните про шанхай какой там экология если девушка выйдет на 10-15 минут молодой человек погулять через 10 минут вернется и микроэлементный состав кожи проверить там будет вся таблица менделеева все это надо смывать опять же да и водичка это не сможешь соответственно мы тут уже пришли к теме что есть средства водорастворимые липидорастворимые да и тут ну поясню просто немножко что значит десятиэтапный уход огромный акцент уделяется очищению здесь они согласны что прям 10 ступеней нужно я видела эти ролики и там значит вслед за вот этим липидным гидрофильным маслом идет гель это неправильно то есть для сухой кожи чувствительный мы берем гидрофильное масло оно легко пенится зависит от производителя хорошо очищает это первый этап да это первый этап это вот снятие декоративной косметики гидрофильным маслом кто-то может начать с мицеллярной воды никакой ошибки ограничены смывать мицеллярную воду или не надо смывать обязательно и оставлять тоже нельзя это не тоник это вовсе не означает что это жидкая субстанция и она остается вот для кого-то нужны гелевые структуры до нужны пенки да это тоже очень хорошо пенки у корейца тоже очень есть хорошие там есть такие карбоновые линии которые дают такую легкую пенящуюся структуру все нравится он такой щелкает очень интересно вот приятно пахнет и вот в этой воздушной среде тоже очень хорошо все очищается и как бы мы имеем хорошую очищенную кожу от декоративной косметики первую очередь для кого-то тоже средства можно нанести вторым этапом добавочно мы уже смываем отделяем из сала там кожные поры все то что уже наши кожи продуцирует за целый день мы тоже это можем смыть либо это может быть еще новое средство кому как угодно ну и дальше идет конечно же тонизация то есть дальше мы берем тот самый тоник лосьон как бы он не назывался и вот в восточных странах тонику уделяется особое внимание да если например европейских это все-таки тонизация увлажнения и даже выравнивание паш после очищающего средства то у восточно-азиатских трендов куда корея относится это еще и питание то есть огромное количество ингредиентов полезных вносит в эти лосьоны а что там там какие-то воды и экстракты растений да да разные личных сейчас мы к сырьевой базе тоже подойдем расскажу немножко там огромное количество ингредиентов полезных которые возможно во всей линейке содержатся они просто друг за другом повторяясь набирают такую концентрацию то есть это уже еще уже уход такой полноценный и знаете есть у меня такие клиентки пациентки которые на летний период полностью переходит на лосьоны убирая все эмульсии крема потому что них это тяжело и это оправдано потому что все питание через вот такой лосьон и тоник они получают там из гиалуроновой кислоты там есть гидролизированный коллаген там есть мы я вас обязательно спрошу про гиалуроновую кислоту давайте следующий этап после итак смотрите гидрофильное масло тоник следующее что вот тоник мы назвали как ухаживающие дальше у них идет эссенция какая-либо то есть это уже повышенная концентрация активных веществ и дальше идет по типу кожи кому-то эмульсия кому-то крем а мы видим ролик то есть крем это при жирной а потом наносит крем но зачем потому что эмульсия это вода в масле а крем это масло в воде наоборот масло в воде это эмульсия а вода в масле это крем и ингредиенты у них одинаковые только эмульгация разная да и поэтому носить масло масло не нужно кому как вот распределить у кого комбинированная кожа у кого склонна к сальности конечно же это эмульсия это легкие текстуры они любят обычно это легкие дозаторы легко наносится и уже увлажнение у кого сухая кожа склонны к покраснениям нужно более так скажем свой липидный слой возобновить тому конечно кремовые текстуры туда же относятся эмаленты крем эмаленты это мы дневной до уход рассматривать утренний это перед тем как нанести декоративную косметику дальше следует крем вокруг глаз естественно он же может быть кремом вокруг губ потому что кожа требуется в особом уходе и не забываем шею декольте да потому что лицо все фронтально перед делал что видит то и наносит немножко забывают перед ушками нанести забывают про шею а ведь она тоже требует особого ухода вот и дальше по желанию если девушка женщина декоративной косметикой пользуется какой-то особой марки возможно у нее есть база еще то есть база для того чтобы тональный крем наносился легко кто-то сразу тональное средство использует кившоны да в летний период потому что кившоны это в действительно корейское ноу-хау они используют это повсеместно это солнцезащитный в первую очередь фактор и чаще всего это 50 и кстати нужно SPF 50 да насколько я знаю вот в июле в летний период конечно SPF 50 и еще нужно чтобы был от лучей и типа а и типа b еще есть такая маркировка PA или пишут sunblock то есть два типа лучей которые до нас доходят и как бы от них от всех нужно защищаться но я еще не сказала про то что есть еще излучение голубого экрана молодые девушки сейчас кстати про это много внимания там уделяю то есть есть косметик который защищает от воздействия компьютера потому что излучение компьютера даже экраном смартфона тоже приводит к старению кожи как не как не удивительно интересно вопрос вернемся не про гиалуроновую кислоту она везде вот мы читаем состава она сейчас везде так ли она работает не маркетинг ли это нет реально гиалуроновая кислота нашем организме составляет как бы огромное количество где она вообще представлена да начиная с кожи хрящ и костная ткань неужели это работает когда намазываешь на межуточное вещество если мы коснемся немножечко как бы медицина да и она должна быть везде там где есть жизнь гиалуроновая кислота как ни странно содержится и в человеческом организме и в птицах и в насекомых да гиалуроновая кислота это необходимое условие существования живого всего на земле вот на полочке стоит средства с гиалуроновой кислотой и средства с коллагеном какое выбрать совершенно разные вещи да сейчас про гиалуроновую кислоту что хочу сказать именно корейцы придумали несколько видов гиалуроновой кислоты почему несколько видов до вопрос задают вот прям даже есть но здесь может быть немножко маркетинг 7 видов гиалуроновой кислоты ну как минимум три вида может быть чаще всего это связано с молекулярным весом если мы коснемся вопроса проникновения каких-либо веществ через кожу дермальный барьер да наша кожа эти защитные функции она должна ничего не пропускать да но такие она все-таки пропускает если мы коснемся физиологии пропускает наша кожа все то что весит молекула меньше 500 килодальтон а то что больше 500 килодальтон не пропускает все застревает в роговом слое так вот если гиалуроновой кислоты разделен на несколько видов молекулярных а это технологии дошли и как бы многие производиться могут то есть например гиалуроновая кислота 300 килодальтон она проникает проникает увлажняет увлажняет если она больше 500 лет арком слое это нам нужно нам нужно потому что гиалуроновая кислота должна увлажнять роговой слой и наружного увлажнения она свою функцию вполне выполняет также как и коллаген на коллаген это белковая молекулы она еще больше весит чем гиалуроновой кислоты и здесь уже это миф что килоген может проникнуть в кожу нет коллаген работает только снаружи. При этом не всякий коллаген нам полезен, например, животного происхождения. Это вообще неприемлемо. Это аллергенно, во-первых. Многие европейские страны не приемлют вообще применить животного коллагена в косметических брендах. В России большинство стандартов тоже не приемлет. Использование морского коллагена никто не запрещал. Что такое морской коллаген? Водоросли ракообразные. То есть это тоже животное. Да, да, да. И как бы тоже не казалось удивительным, морской коллаген нам по строению близок. И здесь вопрос технологии. То есть надо коллагеновую молекулу крупную так гидрогилизировать, разбить до мелких аминокислот и пептида, чтобы она проникла уже в нашу кожу. Аминокислоты проникают. И пептиды тоже. Светлана, я пришла в косметический магазин. Я не слушаю продавцов, потому что я понимаю, что у них стоит план продаж. Я переворачиваю, значит, у средства, там мелким почерком написано. Что мне нужно знать, чтобы правильно выбрать средства с гиалуронкой и с правильным коллагеном? Что там должно быть написано? Коллаген должен быть написан гидролизованный. То есть, если написано коллаген, значит, это крупная молекулка. Раз написано гидролизованный, значит, они его до пептида разбили. Морской коллаген. Это самое лучшее. Это производство не дешевое, поэтому такой крем не может, конечно же, стоить совсем там. 500 рублей? Да, не может. Что касается гиалуроновой кислоты? Здесь как бы, ну, стоит довериться. Гиалуроновая кислота... Но она в составе должна... В составе должна быть. В первых строчках стоять, правильно? То есть, помните, там сначала идет аква, потом куча-куча химии. Химии и гиалуронка где-то в конце. То есть, мы понимаем, что ее концентрация ничтожная, и это чистый ВД-маркетинг. Или она должна... Правильно, что она должна стоять? Не всегда говорит о концентрации, да? Последовательность говорит о том, что там есть, да? И вот этих вот аббревиатур тоже пугаться не надо, потому что, если у нас крем испортится через два дня после открытия, нам тоже никакой радости от этого не будет. Вот. И, знаете, если так же консультант вам говорит, у нас стопроцентно препарат натурального происхождения биологический, то все хотят его купить. На самом деле, тоже не так. Потому что стопроцентно биологического происхождения, а именно растительного, это привет аллергия, да? У нас очень много сейчас людей со склонностью к аллергии. Поэтому хорошие, умные производители с хорошими технологическими цепочками умеют синтезировать вещества, которые ничуть не хуже, они проникают хорошо и сохраняются хорошо. Это очень важно, да? Там взять витамин С, тот же самый, да? У него сколько форм и замеров, и у него и молекулярный вес от 150 до 700 килодальтон, да? Как мы с вами сказали, больше 500 он уже и не проникнет. Светлана, вообще азиатский подход к красоте мне нравится еще и тем, что он говорит не про только внешнее напитывание, уходовые средства, но еще и про внутренние. Я хотела с вами поговорить про этот модный нынче биохакинг, который касается каких-то коктейлей красоты, которые собираются из БАДов и пьются женщинами, соблюдая питьевой режим. Вот об этом можете рассказать? Потому что я недавно, ну где-то, наверное, год увлекаюсь такими биохакингами, слушаю в Ютубе разных врачей, дерматологов, косметологов, и для себя, например, курсами пропиваю кверцетин, ДМАЕ пропиваю, потом я даже записала, ресвератрол записала, обязательно биотин, обязательно Д3, обязательно с витамином К, насколько правильно, вот скажите, вот собирать эти коктейли красоты, и что еще делать для того, чтобы поддержать себя и изнутри? Такой очень большой вопрос, я сейчас постараюсь на него ответить, покороче. Действительно, из Кореи пришла вот эта вот идея, но биохакинг это не их ноу-хау, это биохакинг вообще мировая идея, даже может быть американцы здесь во главе угла, но смотрите, как-то к этому относиться. Мы косметологи, врачи, работаем с инъекциями, нитевыми технологиями, и именно из Кореи пришла такая вещь, как капельница Синдерелла, капельница Золушки, там несколько ингредиентов, не буду сейчас произносить, а то побегут и все купят, и будут прокапывать. На самом деле, это совершенно медицинские препараты со своими показаниями, и дозировками, то есть женщина постарше, дозировки надо снижать, но они проникают в таких упаковках, уже готовых, совершенно без медицинской регистрации, как они проникают на нашу территорию, вообще непонятно, но косметологи без толкова капают, капают всем подряд, когда нужна консультация, нужны анализы и так далее. То есть ко всему этому, конечно же, вдумчивый подход. Чем глубже мы заходим к красоте, а она необходима на сегодняшний день, нам даже вот эти ковидные времена показали, что теперь мы должны заниматься здоровьем, очень не круто иметь слабый, вялый какой-то тонус организма, и невозможно иметь хороший цвет лица, так ведь согласитесь? Что бы мы ни сделали, мы уберем складки, но здорового, красивого вида у вас молодого не получится. Так вот, бездомно так использовать нельзя. Вы, наверное, прочитали, ингредиенты вы назвали все совершенно одинаковые, но они, во-первых, некоторые аналоги, да, тот же самый респиратрол, керцетин, это антиоксиданты. Если вы пропили один, то зачем вам сейчас пить другой? На следующий курс, да, вы можете уже поменять. Это первое. Витамин D надо принимать постоянно, круглогодично, круглогодично. От того, какая дозировка вы витамина D вы принимаете, а его вообще совершенно просто пойти сдать сначала, узнать свой анализ, назначить дозировку, потому что вот этот маятник, он сейчас кончил. Сначала никто не пил витамин D, потом стали себе пить витамин D с большими дозировками, а большие дозировки витамина к чему приводят? Должны приниматься с витамином К. Да. Свыше 5 тысяч, если вы принимаете. Вот я принимаю 10 тысяч плюс К. То есть у меня 5 тысяч уже с витамином К. Ну вот я 10 пью, это много, да? А если вы не проверяли свой уровень, а вдруг он у вас уже хорош, зачем вам тогда 10 тысяч принимать? Ну разве мы не живем в эндемичной зоне, которая, ну вот... Эндемичная зона, это по отношению к витаминам. Это витаминной железе, по йоду, да, и так далее. По витамину D мы просто далеко живем от моря, вы хотите сказать. Но... Ну и солнечные дни у нас не так много. И солнечные дни, которые живут на побережье Средиземного моря, по статистике, нуждаются в витамине D. То есть здесь не только витамин... Инсуляция имеет значение, оказывается, да? А еще и стрессы, всякие заболевания и так далее. То есть надо все анализы сделать. Надо пойти к врачу и сделать себе такой, ну хотя бы однократно план наметить, да? Может врач вам наметить. А что это за врач? Какой специализации? Потому что это явно не терапевт в районной поликлинике. В чутках поликлиники, конечно, да. К сожалению, из-за их загруженности я очень коллегам своим доверяю. Они, конечно же, очень загружены. И не надо вменять им, что они этого не могут сделать, понимаете? Только врачи, которые посвободнее занимаются более пристально, это ежемесячные практически образовательные курсы, да? Ну кто эти врачи? Это врачи могут быть, эндокринологи, гинекологи. Надо узнать просто, либо в послужном списке занимается ли она антиэйч. Превентивная медицина, да? Это правильно называется превентивная медицина. И знаете, как бы врачи-косметологи практически через одного этим занимаются, потому что мы практически стоим на этом пороге, да? Красота, здоровье и возраст. Именно косметологу идут люди. Все-таки я хочу из вас рецепты вытащить хотя бы. Я понимаю, что мы не призываем никого принимать любые витамины в любом количестве. Понятно, что это надо делать в содружестве с врачом, через анализы. Но на сегодняшний день существуют вот такие все-таки тренды, да, что помимо витамина Д3 плюс К нужно еще что принимать? То есть вот бетаин. Значит, давайте немножко разделим. По группам, да, антиоксиданты мы должны принимать. Витаминизацию мы должны проводить. То есть витамин Д3 мы пьем, если дозировка большая, то с витамином К. А витамины группы В? Витамины группы В отдельно. Есть мнение, что они так не работают, да. И есть специальные такие связки. Например, магний Б6. А, или магний Б6. Пивные дрожжи, возможно, да. Да, потому они будут легко усвояемы, да. Как бы не всегда все поливитамины усваиваются, они много выводятся с почками, с печенью и так далее. Усваиваемость риска падает, если мы берем просто такие обычные комплекты. То есть в принципе комплексы сложно пить, потому что большая нагрузка на печень, на почки. Конечно. Сколько можно в рамках курса пить витамины? Вообще считается, что условно здоровому человеку, который находится на пути превентивной медицины, не было такого понимания фармакологического, как полипрагмазия. Пять средств одновременно. То есть в один раз. Мы можем тогда разделить средства утром, днем, вечером. В основном средства применяются однократно. И мы можем несколько и больше увеличить, но не в один раз. Потому что наша печень, естественно, она у нас одна. Беречь ее нужно. И проводить вот такие вот курсы. Поэтому капельницами ни в коем случае не пренебрегаем. Можем так же и проводить. И тут не всегда они должны быть самые дорогие. Элементарная зонотерапия. Тут много частных клиник, где капают капельницы с озоном. Даже беременным гинекологам назначают в какой-то момент такие... Но это тоже антиоксидантное свойство. Там много всяких-то функций. Гипоксия плода там у них стоит на первом плане. Но, в общем-то, это... То есть, ну, видите, современная женщина, помимо косметики, она употребляет витамин D, витамины группы B. Она делает себе вот эти капельницы с составами специальными, омолаживающими. Проходит детокс-курсы, да, мы про них говорили. Ого, детокс-курсы это что? Это начинает элементарно. Противопаразитарная? Не обязательно противопаразитарная. Элементарные желчегонные средства, да, вот эти вот с российских времен, советских, тюбажи, до модных приемов желчегонных с... Ну, это через гастроэнтеролога, потому что это очень опасно, мне кажется, самостоятельно. Либо терапевта, либо гастроэнтеролога. Здесь надо опять же знать про себя, да, нужен ЧКБ, я же про это и говорю. Нужны сделать анализы, проверить, нет ли у вас каких-то камней вдруг. Дефицит витаминов, минералов. Конечно, потому что иногда назначать такие огромные дозировки магния, не понимая, что у человека может быть есть камни, и это будет только вред. Согласна. Итак, а про питание и водный баланс вкратце. Я так понимаю, что если мы, то есть на одних витаминах и уходах мы далеко не уедем. Нужно добавить еще сон, воду и питание. В общем, это экология, конечно же. Считается, что за неделю человек, который живет в городе, урбанизированный, он должен хотя бы на час выезжать за город, подышать за час, как бы очищать. Насколько далеко надо от города уехать? Ну, это на ваше смотрение, где вы считаете, что экология такая уже, что можно и подышать. 30-35 километров на прогулку. Или бы в парк выйти, да, если у нас вообще зеленый город, и можно, может быть, парковой зоне заменить эти прогулки. Потом есть пресловутые 10 тысяч шагов, которые даже участковый терапевт про это знают. То есть длительная ходьба дает хороший лимфодренаж, венозный отток, улучшение кровообращения, что работает нам тоже на пол. По большому счету, это где-то полчаса днем или утром, и полчаса вечером. То есть рекомендуют ходить на работу пешком. Да, 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 вот, ходить пешком. Про детоксы мы сказали. Применять воду. Воду считается, кто-то там сказал, норма такая, 3 литра в день. На самом деле она может быть разная. Может быть, и полтора литра, может быть, и два литра. В день чистой воды нужно принимать. Тут я вам хочу сказать, и один новый биохакинг, который придумали, кстати, все-таки японцы. Это водородная вода. Она сейчас набирает обороты в Инстаграме, в Ютубе. Очень много про нее сказано. Я тоже очень люблю. Потому как ионизация воды ионами водорода дает нам еще дополнительную борьбу с водными радикалами и иммунно-протекторные действия. Мы сегодня ни разу не назвали, но здоровье и долголетие – это прежде всего наш иммунитет. И наш иммунитет сначала борется со всякими бактериально-вирусными инвазиями. Потом он борется с нашими взрослыми проявлениями. Он борется, в конце концов, с нашими раковыми клетками. Мы с вами тут сидим, и все, кто ежесекундно могут образоваться какие-то нехорошие клетки, которые наш иммунитет сразу же устраняет. И наша с вами задача – сохранить иммунитет в порядке. И поэтому, когда мы говорим про добавки, надо не забывать про иммуномодулирующие средства. И не путать надо с иммуностимулятором. Я знаю, что многие врачи очень аккуратно относятся к иммуностимуляторам. Ни в коем случае ничего не стимулировать, а модулировать. То есть это поддержка иммунитета. Хорошо. Вот смотрите. В какой момент, в какой-то момент становится понятно, что весь этот комплекс процедур не работает? Как понять, что уже пора посетить пластического хирурга? О, но это отдельная тема. Я приведу свою личную статистику. Смотрите, когда приходит косметолог, во-первых, из 100% женщин к косметологу придет 50-60%. Из 50-60% пришедших ко мне, только 10% дойдет до хирурга. И из 10% уже какая-то часть останется. На самом деле, сейчас безумный всплеск у хирургов за счет молодого контингента. И тут мы про корей давайте вспомним. Там у пациента... Каждая третья женщина сделала пластическую операцию. Так или иначе. И это молодая группа населения. Не только женщин, а еще и молодых. Да. И, кстати, мужчины у них очень активно пользуются уходовыми средствами. Это их тренд. И они, на самом деле, очень хорошо ухаживают. Потому что мы тут не коснулись даже ухода за волосами. А там, знаете, не просто банальный шампун. Да я просто думаю, что мы вас еще раз пригласим. Потому что невозможно в рамках одной программы рассказать про все. Рассказывать. Вот. И поэтому... Ну, это их национальная такая, понимаете, заинтересованность. Так же, как и в Китае и в Японии. Они очень хотят быть похожими на европейцев. Посмотрите на японские аниме. Там же такие герои все с тоненькими носиками, с большими глазками, с маленькими подбородками. И как они всего это достигают. Вот это такой большой коллаборации эстетической медицины и пластической хирургии. Основная масса потребителей этого рынка, это все-таки молодежь. А у нас в России как бы все-таки... Это антиэйдж программы. Это антиэйдж, да. И поэтому... Во сколько женщине в России надо первый раз показаться косметологу? В любом возрасте можно показаться косметологу. Вот вы меня вначале спросили, можно ли прийти к косметологу в 40, 45, 50 лет? Можно. Вы знаете, я тоже сама раньше этому удивлялась, но у нас есть женщина 70+, представляете? И вначале я тоже думала, боже, как я могу ей помочь? Не буду ее оправдания, ее как бы ожидания оправдывать. Но на самом деле, вы понимаете, это самая благодарная группа пациентов. Устранив даже небольшую маленькую морщинку, лучше цвет лица... А нет противопоказаний уже в таком возрасте? Конечно, нет. Но есть разные методики, просто вы должны понимать, у нас такой обширный арсенал. Мы всего такого делаем. Есть и аппаратные уходы, и наружные, которым мы можем помочь, и хорошие технологии позволяют. Есть противопоказания в пластике? В пластике, конечно, есть противопоказания. Прежде всего, это здоровье, вселить сосудистую систему, нервная система, невролог может отказать. В основном, это все с анестезиологией связано. Ну, а хирурги, просто они смотрят психологическую картину, готова ли пациентка к пластике. Ведь это... Они так правильно говорят, что лучше операции не сделана операция, никогда не бывает идеально. Всегда что-то, что-то. Большинство женщин, конечно же, не жалеют. Но пройдя какие-то мероприятия по реабилитации, многие говорят, что второй раз я бы не пошла. Но один раз можно свою жизнь какую-то сделать. Ну, а есть другие, которые как бы подсели, и у них начинаются сначала веки, потом нос, потом губы, и так далее, и так далее. Можно ли сказать о том, что российская хирургия вот в области пластики, она конкурентна корейской или все-таки ехать в тур в Корею? Это как вам захочется. Понимаете, многие считают, что нос оперировать надо в Армении или в Грузии. Понятно, почему. Существуют еще такие... Потому что наработано, наработано. Наработано, да. Но тут, в общем, как вам сердце подскажет. Но реально российский хирург ничуть не хуже. Я могу вам сказать обратную картину. Сколько европейцев приезжает к нам в Россию? Потому что, не только потому, что дешевле. Реально наши пластические хирурги умеют делать такие чудеса, потому что наши российские женщины, они настолько востребовательны, что не угодить им просто невозможно. Шанса не угодить у них не должно быть. Тогда как европейские женщины, они к какой-то небольшому апгрейду уже довольны и рады, и бесконечно благодарны. Наши хирурги, они постоянно находятся под прицелом требований высоких, звезд и так далее. Поэтому они молодцы. Я в этом нисколько не понимаю. А ваши специалисты в клинике и ночи, они могут проконсультировать женщину из Уфы и дать ей прям полноценный ответ? Сказать, тебе достаточно таких уходовых средств, или тебе уже пора на пластику, или тебе нужны нити, или тебе, то есть без, знаете, какой, без заинтересованности положить человека на стол? Конечно, нет, ни в коем случае. Мы не сотрудничаем ни с одним пластическим хирургом, чтобы там поставлять ему пациентов. Это раз. Во-вторых, мы ничуть не ограничиваем наших пациентов в выборе вообще. Мы сразу же говорим, готовы, не готовы. Другое дело, женщина никогда не готова и не собирается к пластику. Что мы тогда ее должны закрыть дверь, сказать, мы тоже вам не поможем? Конечно, нет. Мы просто говорим уровень ее ожиданий, как он совпадает, то, что мы можем исполнить. Если она говорит, да, мне это устраивает, то почему бы этого не сделать? Мы же все-таки насколько улучшаем качество жизни, да? Насколько тяжело иногда женщине, особенно 50+, когда там лавинообразно вот эти вот все изменения накатывают, смотреть на себя в зеркало и как они радуются, когда у них какая-то проблема ушла. Вы, наверное, говорите о климаксе, да? Конечно, да. И тут превентивная медицина, она, естественно, становится на первый план. Нельзя без гормональной коррекции, без улучшения соматических показателей все это вопрос решить. Естественно, мы консультируем, у нас есть специалисты, у нас даже есть генетическое тестирование в бьюти-программе, которое мы можем оказать и доказать уже на ее анализе, какие процедуры ей подойдут, какие нет. Представляете? То есть у нас сейчас косметология очень достоверна и адекватна. Здорово. Вот на этой ноте я предлагаю поставить точку. Я понимаю, что мы, скорее всего, не задали и половину тех вопросов, которые хотелось бы задать. Пожалуйста, пишите в комментариях, интересны ли вам такие беседы. Пишите, на какие темы вы хотите поговорить, кого пригласите, о красоте, здоровье. Меня зовут Зарина Гайсина. У меня в гостях была Светлана Габдулина, главный врач клиники красоты и здоровья и ночи. Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...